друзья всем привет паша на связи киев украина сегодня на календаре 4 апреля и проблема у киевлян реальная проблема не знают что надеть надеваешь тепло тебе холодно одеваешься холодно тебе жарко трэш какой-то сейчас на данную секунду на 6 часов вечера погода устаканилась стала солнечная посреди как фигачит солнце да тепленько люди поснимали шапки хотя еще утром я был лично в шапке и у нас небольшой экскурс по достопримечательностям в кавычках киева в частности днепровский район недалеко от дарницкой площади немного информации по погоде немного информации по новостям немного информации по людям по проблемам не проблемам первое что сразу бросается в глаза возле моего дома возле всех домов везде где растут хоть какие-то растения уже начинают цвететь цвести деревья в принципе даже в ботанический сад и толком и не нужно ходить если мы постоим к примеру да просто какие-то пять минут вот возле допустим вот этого вот дерева то вы удивитесь какое количество людей тут останавливается и фотографируется в воздухе пахнет весной я думаю сейчас четверг что на выходных просто ботанический сад на печерске его просто разорвут просто разорвут вдоль и поперек от количества от наплыва потому что я думаю что там очень и очень красиво вот посмотрите как такой красотой нельзя не восхититься как возле такой красоты нельзя не остановиться и не запечатлеть 4 апреля 24 года знаете друзья что я заметил вот из моих наблюдений вот я так когда хожу прохожу проезжаю по каким-то двориком по каким-то местам где есть футбольные площадки я удивляюсь тому что там нет людей там нет детей вспоминая наше детство да наше суровое детство я честно говоря не помню чтобы мы отсутствовали на футбольных площадках на футбольных майданчиках большую часть времени хотя были телевизоры были какие-то приставки дэнди всякие эти сеги на тот момент но 90 процентов без перебившения 90 процентов времени мы проводили реально во дворах вот на такого плана убойных площадках и никто не плакал что там асфальт что там каменюки что там какие-то деревья растут просто посередине данных площадок все нормально было сейчас сейчас 90 процента времени дети все-таки да это печально но это факт проводят на я не знаю где они проводят где ваши дети проводят время расскажите кто смотрит этот ролик а кто имеет детей в возрасте там ну допустим там вот да там 6 7 8 лет на какие-то развивашки ходят далее на какие-то секции на какие-то интересные мероприятия напишите в коментах будет интересно узнать кстати не знаю как сейчас но раньше множество до секций было бесплатных сейчас они тоже есть но в меньшем количестве я помню свое детство я ходил на там авиамоделирование да то есть ты сидишь там конструируешь какие-то самолеты дирижабли которые реально летают и тратишь время тратишь повышаешь свой скилл для того чтобы научиться вот такому вот искусству для того чтобы твой самолет с размахом крыла там допустим два или три метра реально летел не знаю если сейчас такие интересные секции наверное есть наверное есть скорее всего есть так друзья мы сейчас подходим к мега-сити мега-сити славно известный торговельный центр который то ли не сдан в эксплуатацию то ли одно из двух забежим туда так быстренько бегло пройдемся по ценам там тут есть вылыка кишени в прошлый раз когда я тут был мне понравился их подход мне понравились цены мне понравилась продукция мне понравился формат когда до окончания срока годности уже делают скидки на разного рода продукцию там чуть ли не до 30 процентов и я был шокирован честно говоря что молоко реально молоко обычное молоко можно купить да там допустим за 22 гривны со скидкой к примеру там в 33 процента сейчас мы зайдем посмотрим насколько изменилась ценовая политика ассортимент по сравнению с прошлым разом когда я тут был в прошлый раз кто не смотрел прошлый ролик я посмотрел цены на пасхи и сейчас проверим насколько они изменились насколько они изменились появились ли новые какие-то да и в принципе что у нас по продуктам по товару по овощам из нового сам торговый центр он как бы не вызывает огромного какого такого вот восхищения потому что да вещи со всех сторон с потолка со стен по бокам вот эти вот стены но это знаете это торговый центре формата там десятилетний двадцатилетней давности сейчас торговый центре намного простор не намного свободнее да так воздушнее если можно так сказать так давайте посмотрим что у нас есть по выпечке до появилась ли какая-то новая пасха но перед этим мы посмотрим по овощам меня в частности интересуют помидоры и перец так буряк буряк у нас стоит 1554 а тут почему-то буряк а это буряк у нас мытый видите даже уже стали мыть буряк так картошка картошка нас двадцать четыре восемьдесят четыре двадцать четыре восемь четыре картопля вагова но какая-то мелкая морковь к 1085 не мытая 1085 в принципе нормальная цена для моркови банан банан сейчас цена средняя на 2 на 69 гривен тут видите у нас семьдесят две семьдесят две всего лишь три гривны разница но все-таки знаете как бы тоже деньги грейпфрут 44 гривны 85 копеек лимон ваговый 35 гривен только лимон честно говоря не вижу 35 гривен вот такой вот какой-то бедненький несчастный маленький грязненький лимон так помыла меня интересует наверное где-то стоимость помола на на 70 гривен где-то до 79 гривен 94 копейки ну считайте 80 80 гривен нормально помыла примерно цена такая же как на продуктовых ярмарках 96 гривен красную помыла кто не пробовал обязательно попробуйте помыла это совсем другой вкус нет не похожий ни на грейпфрут не похожий не на апельсин вот это найти отдельная такая категория так по помидорам давайте посмотрим помидоры у нас помидор сливка 223 коктейльные разобрали 108 черри 249 черри вообще я не понимаю как можно такую цену ставить 249 при стоимости реально 150 дальше помидор ваговый обычный 89 гривен 89 самые простые зеленые твердые помидоры помидор черри 299 и сливка 119 то есть самый у нас простой самый бюджетный 89 гривен так огурцы вот кстати огурцы дешевые дешевые но знаете это это уже каша это не огурец его как будто вскрыли размяли внутренности ложкой и потом зашили обратно посмотрите смотрите как прожимается пальцем вот это вот такие огурцы за 89 гривен 168 гривен но наверное тут почетче и 138 гривен гладкие это тепличные обычно огурцы так дальше перец у нас сто семьдесят восемь на рынке он стоит можно купить даже за 85 и перец жевтый вот такой вот жевтенький хотя тоже посмотрите уже видите или он упал или не досмотрели продавцы но такое мне кажется на прилавке оставлять сложно и нельзя сто восемьдесят грим потому что возьмет какая-то бабушка даться на все-таки не 10 гривен возьмет бабушка к полу слепая не досмотрит вот так вот посмотрит на эту сторону а потом придет домой а тут не кондиция и это не только на одном это вот на втором и третьем тоже так пойдемте вместе посмотрим мяско мяско у нас есть шашлычное учитывая температуру я думаю что пользуется популярностью хотя корыца посадите здоровенная колбаски кракевский 168 котлетки курячий в панировке 139 фарш я ловы че 139 со скидкой был 184 фарш ассорти кулинарный но ассорти это обычно там все подряд 139 189 это фарш курины так лопатка я ловы чат 285 стейк за грудинки 189 стегно свинячий 159 ребро свинячий 185 ребро чё-то честно говоря при цене его а хотя нет это я ошибся 200 гривен до 200 гривен тут это кстати по-божески еще 185 а шеек 259 лопатка свиная сто шестьдесят девять так что у нас есть язык 135 есть курины шеи 39 курка домашняя 79 филе индычки двести семьдесят девять филе курины 144 что это такое гумилка гумилка без кистки гумилка без кистки 129 плечевая часть вот это вот кстати самая нормальная тема плечевая часть и филе у нас 159 гривен по рыбки сразу не отходя от кассы форель стейк 595 форель шматок 575 креветка 159 это за упаковку вот за такую 159 400 грамм форель патрона 275 за килограмм насколько тут рыбка потянет я не думаю что в одной рыбке тут будет килограмм грамм 300 наверное белый амур 275 кстати недавно пробовал отличная рыба такая знаете и не жирная и не расплывается и не водянистая такая берете два стейка жарите все получается топ то в столоб 74 камбала 125 вот там была она такая на любителя она такая жижи образная такая как желе карась 45 за килограмм мойва дефростова на 79 гривен давайте посмотрим по икре какие у нас тут есть предложение потому что мы так обычно знаете смотрим мясо смотрим молочку а вот такие вот тоже вкусности часто пропускаем что у нас есть по икре ну давайте вот смотрите допустим самая популярная самая популярная не знаю самая не самая икра с семгой копченая в 81 гривна за одну штуку икрас кальмара 81 короче средняя цена вы видите до 64 81 гривна есть зависимости от бренда есть подороже есть подешевле икра вот мойвый вот мне лично вот этого допустим нравится икра мойвый с креветками нет не подходит мне нравится обычная без всяких добавок удобно что пишет за килограмм то есть 327 гривен сразу за килограмм и ты понимаешь вот глядя допустим на вот эту вот и на нижнюю сразу какая дешевле какая дороже где 64 где 54 гривны селёдочка селёдочка у нас стоит оселедать до 76 гривен за вот такую вот упаковочку филе шматочки в олии 76 гривен за 300 грамм вот такие вот полюстки салат из полюсток стоит 49 гривен мне нравится мне лично это даже больше нравится чем корейская морковка салат из капусты 49 вот корейская морковка 40 гривен за штуку в баночке тут у нас 300 грамм если вы не хотите переплачивать за тару вот пожалуйста пакетик 33 гривны вот такая вот капуста квашина ничего не имею против тех кто делает сам капусту квашина тем более абсолютно никаких проблем нету в том чтобы ее сделать нашинковали засыпали за залили тепленькой водичкой все выставила два дня все готово так по вкусностям по нарезке ну вот давайте посмотрим что на нас смотрит балык особый вы 319 гривен за килограмм вот этот кусочек допустим у нас потянет на 400 грамм то есть это примерно он будет порядка там 120 гривен балык особый вы 300 283 гривны и корейка 494 гривны если вы не ориентируетесь в ценах вы можете поделить эту этот прайс на 38 и получить в долларах или поделить на 42 и получить в евро балык индычи 359 гривен это у нас 350 грамм колбаски колбаски от и до да то есть какая-то взять ну допустим вот на сталье да мы покупаем часто на стальги за один килограмм алан 674 игра гривны сколько тут у нас будет грамм тут у нас триста семьдесят грамм то есть где-то треть от этой цены если колбаска такая как я говорю чисто на яишенку да на яишенку порезал которую не судите строго но стрёмно иногда есть потому что неизвестно сколько в ней реально мясо 64 гривны 99 копеек за штуку но вот что меня всегда удивляет в стоимости по факту вот эта цена 64 гривны вот я вам честно скажу что она дороже чем допустим какая-то колбаса вот такого вот плана то есть в пересчете на килограмм вот смотрите тут у нас 260 грамм то есть килограмм будет стоить умножить ну примерно где-то на 5 представьте 260 грамм 64 гривны умножаем эту цену на 5 и получаем сколько получаем порядка 300 гривен а за 300 гривен за килограмм посмотрите сколько есть вариантов кстати в прошлый раз я рик спи респектовал этому магазину в том что сразу пишут на ценниках это за килограмм или за штуку то есть довольно удобно где за штуку где за килограмм человек сразу понимает они находятся в прострации так друзья молочная колбаска у нас вот таким вот представлена до 38 гривен вареная куриная ну и какая-то обычная молочная ликорская да она и в африке ликорская 73 со скидкой было 108 гривен так друзья давайте посмотрим пасхи наши существуют ли еще в природе вот кстати увеличилось количество пасах 300 грамм стоит у нас 45 гривен вот такая вот пасочка до в прошлый раз я показывал но их было пару штук сейчас видите увеличилась киев хлип и все в прошлый раз их было больше сейчас остался только 45 гривен 300 грамм киев хлеб или их куда-то переместили или их просто упразднили нет не упразднили они исчезли были и не стало ну вот 45 гривен даже со скидкой наверное никто не покупает поэтому поэтому скидка небольшая орешки не знаю как на рынке ну вот орешки допустим у нас тут арахис стоит 144 за килограмм сушеный ваговые стоит 132 за килограмм миндаль смажены 426 фисташки 650 за килограмм это порядка где-то 650 поделить на 38 порядка где-то 15 долларов 14 долларов кунжут не знаю куда его использовать финики финики сушеные 79 гривен чернослив вот кстати тут тоже ценники есть 38 381 гривна а вот изюмчик 132 грецкий орех 233 гривны колотый до колотый грецкий орех по факту на рынке он стоит за 140 можно купить и курага 224 ну что-то дороже что-то дешевле одномоментно не может быть вот все сразу в одну цену да да нужно ходить нужно смотреть нужно искать даже на самом рынке часто можно встретить в одном лотке дороже в другом лотке дешевле так яйца 318 у нас ценник 318 за штуку ну а если готовая до в упаковочке ну вот самое разобранное 42 гривны за 10 штук а так средний ценник вы можете остановить сделать паузу и посмотреть есть 50 есть 64 и кстати еще раз респектую за указание грамма то есть вы сразу можете понять где больше яичко где меньше тут 75 грамм тут допустим у нас 55 65 а тут а тут тоже а тут вот 45 55 то есть где-то дешевле где-то дороже где-то больше где-то меньше так на развес мука и сахар всегда дешевле выходит и тут у нас 27 green 58 копеек сегодня я купил муку сахар в другом магазине я там заплатил 2899 считайте 29 гривен тут даже видите дешевле правда я покупал запакованы мука за килограмм 11 гривен да серьезно 11 гривен да это дешево это дешево потому что упакованная мука она стоит она стоит дороже сыры давайте посмотрим на сыры и пойдем уже дальше к молочке сыры я думаю без комментариев ценник вы видите 249 459 321 средняя цена на сыр плюс-минус вменяемый до адекватный ну вот 200 80 гривен 280 300 все что дешевле это может быть сырный продукт все что дороже ну это бренд вот допустим швейцарский сыр какой-то с дырками до 289 гривен сыр радонер 289 вот такой вот пакованчик 150 грамм нам обойдется 48 гривен сыр гауда гауда вот так вот он у нас выглядит 289 green такой пакованчик выйдет на 200 на 67 гривен это у нас 230 грамм ну кстати ценник тут нормальный есть и смотанковы 222 я честно говоря в магазинах очень редко вижу что-то дешевле 250 гривен за сыр за твердый сыр такой а тут есть и 276 289 222 вот если по скидочке не знаю насколько он стрёмный но наверное чуть-чуть может быть и обветренный смотря есть для чего вам дайся для пиццы 39 гривен за 130 грамм и погнали скорее всего дата до вжиты до 6 0 4 сейчас на часах на календаре 4 то есть еще якобы два дня но скажу по секрету друзья что вот этот ценник просто просто большинство магазинов не буду говорить про все но они просто перепечатывают был сыр до 6 был сыр до 5 чик и стал до 7 к примеру все делается максимально просто смотрите даже есть сыр украинский 205 гривен если бы не было название я бы подумал что это какой-то сырный продукт 205 гривен ценник 27 гривен за вот такой вот пакованчик вот это уже да это четко сырный продукт 154 гривен и продукт сырный 220 грамм 34 у нас гривны стоит не знаю мне кажется сырный продукт это как бы не совсем то что нужно покупать хотя опять же если вы где-то заказываете какую-то пиццу к примеру да то откуда вы знаете что вам насыпят туда что вам потрут и что вам расплавят неизвестно правильно и я думаю честно что там не наилучший и не самый дорогой сыр так йогурт и йогурт 25 гривен это где-то 70 центов вот такой вот йогурт фанни у нас йогурт вышня есть у нас питьевые йогурт и чудо к примеру такого вот плана до полуныться суныться 30 гривен это у нас 260 грамм два с половиной процента творог который я покупаю лично пять процентов 34 гривны есть даже вот на сырники на какие-нибудь ноль процентов кто не хочет толстеть ноль процентов стоит 29 34 стоит пять процентов сыр косно-молочный 500 грамм 49 гривен это у нас хвыльницкая область смт нова ушится если я правильно прочитал вот везут видите сыр кисломолочный 500 грамм 49 гривен тоже почему нет сыр в чистом виде творог я не ем наверное переел в детстве я его использую в запеканке и в сырнике так по молочку молоко ферма 44 гривны молоко допустим просто квашена до два с половиной а нет это один процент сорок пять гривен ягод инске 2 и 6 46 гривен а потом мы такие смотрим хопа вниз и видим что тоже самое ягод инске 2 и 6 стоит тридцать девять гривен тридцать девять сорок шесть разницу понимаете да сегодня я скидок не вижу никаких на молоко то есть то которая с 30 тремя процентами ну видимо просто разобрали может быть или просто распродали то что долго лежала и просто люди забрали потому что очень много если вы по контингенту посмотрите очень много приходит местных местного населения это может будьте бабушки ну вообще те кто знаю да про существующие скидки про существующие какие-то взнышки акции то ну они всегда зайдут и будут смотреть именно эти в первую очередь скидки но все остальные такие заезжие они иногда берут иногда нет так друзья если вы досмотрели аж до сюда аж до этого момента вы мега молодцы я вам ставлю каждому респект я каждого из вас хвалю аплодирую стоя за то что вы смотрите мои видео за то что вы уделяете этому свое время плюс я ставлю каждому респект если вы ставите коммент если вы пишете какой-то фидбэк если вы ведете со мной какой-то диалог ну и конечно подписка ее никто не отменял до новых встреч новых видосов всем пока и и и